А перед началом просмотра очередного видео, хочу порекомендовать очередной канал, который называется «Всё на свете». У него имеется 17 подписчиков и каналы 7 месяцев, возможно, слегка больше. В последнее время видео стали выходить чаще, и что же можно здесь найти? Различные подделки из бумаги, путь теме трансформеры и, так сказать, самоделки из лего. Если вам нравятся подделки из бумаги и самоделки, то можете зайти на этот канал, подписаться и смотреть. Приятного просмотра! И всем привет, уважаемые зрители, с вами Инглор, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику «Трансфобзоры» и также на неделю трансформеров, так как она у нас только началась. Сегодня мы рассмотрим автобота «Неожиданно», да, по, так сказать, четвёртому фильму «Трансформеры 4», «Эйдж оф Экстимичен», «Трансформеры 4», «Век вымирания» или «Эпоха истребления». Иначе можно сказать. То есть у нас имеется вот такой автобот по имени Хаунд, и, так скажем, это как бы как делюкс-класс, только очень упрощённый, да, и, как бы, может, даже это не совсем делюкс-класс, но, в общем, скоро мы узнаем. У нас имеется что? Сам, конечно же, Хаунд, имеется картоночка и инструкция, как вы замечаете, на самой картоночке. Примерно что-то подобное было в «Трансформерах 1», в «Леджинг-класс» так вот примерно было. То есть теперь вы уже понимаете, как тогда это было. Конечно, Хаунд брался очень давно, когда выходил фильм, если не ошибаюсь, вот пару таких трансформеров у меня имеется, и они брались по очень хорошей цене. Без акций, если не ошибаюсь, они стоили где-то 25 евро, 30 плюс-минус, но по акциями брали около 12 евро, то есть, в принципе, за полцены и очень-то и неплохо. Всё, давайте мы, так сказать, пока что Хаунда уберём немножечко в сорочку и рассмотрим картоночку, потому что такую мы ещё не видели, не рассматривали. Здесь у нас имеется трансформация, всего лишь-то 7 этапов, чтобы трансформировать, но, думаю, может даже и меньше, может даже и 5 этапов, слишком здесь за много всяких непонятных действий. Можно это и быстрее сделать. Конечно, здесь он представлен у нас в виде вот такой машинки, в виде машинки, правда, выглядит неплохо, и примерно в фильме он такой, так сказать, был, так вывел в четвёрке. И показана у нас здесь функция, то есть, здесь ты можешь держаться за вот эту, так сказать, штучку, за эту запчасть, и, как говорится, можешь угрожать этим стволом. Теперь давайте мы рассмотрим с другой стороны, что же у нас имеется. Я решил оставить вот такую, так сказать, картиночку. Да, в принципе, да, и неплохо здесь смотрится. Вот у нас автобот Хаунд от 6 лет, конечно же, ограничений нету. И здесь у нас Хаунд представлен у нас здесь вот так вот, роскошно, классно и очень красиво, да. Здесь у нас, естественно, написано Transformers, Age of Extinction и, как бы, четвёрочка и половина 10-коновых знаков. В принципе, картоночка-то неплохая, ну, упаковочка, как бы, выглядела, ну, неплохо, если так уж говорить. Да, про картоночку, в принципе, могу сказать столичко слов. Теперь давайте будем разматривать нашего Хаунда. То есть, как бы, это, да, слегка можно сказать, что это Deluxe Class, но, как бы, как я уже в начале сказал, что это упрощённая, так сказать, версия Deluxe Class, так скажем, да. Значит, если говорить про детализацию, в принципе, сделано-то и неплохо. Если у вас не было возможности, например, взять Хаунда в Voyager Class, если не ошибаюсь, был такой по четвёртому фильму, то вот это самый раз, в принципе, он, ну, неплохо, если честно, сделан. Я его как раз решил оставить, не стал его продавать, хоть у меня есть Хаунд по пятому фильму, но что этот, что тот глобально отличается в виде робота, в виде машинки, поэтому я решил этого оставить, потому что там, в пятом фильме, он по-другому выглядел, а в виде такой машинки мне также хотелось иметь, поэтому, как бы, почему бы этого не оставить, да. Ну, в принципе, это он неплохо сделан, как бы, поиграться, естественно, если кто захочет с ним поиграться, можно, то есть его пошвырять, естественно, легко можно будет, пластмасса здесь, в принципе, очень качественная, хорошая, и чтобы что-то здесь сломалось, я не знаю, что может. Конечно, могут колёса отвалиться, возможно, да, и перестать работать вот эта функция. И могу сказать, что вот здесь функция слегка плохо работает, мы, так сказать, скоро к ней перейдём. Основные цвета у нас какие? Серый, как мы видим, да, такой, так сказать, зелёный, может, даже тёмно-зелёный, голубенькие глаза, либо такие бирюзовые, чёрный цвет у нас, конечно же, имеется, и, как бы, всё, наверное, столичка цветов у него имеется, ну, и также оранжевый цвет также имеется. Начнём, пожалуй, мы с головы. Голова, в принципе, проработана-то очень-то и неплохо, то есть мы видим его, у него такую бороду, конечно, сигаретки мы у него не видим, да, но, как бы, неплохо у него здесь проработано лицо, борода у нас имеется, металлическое серое, это, кстати, лицо у него имеется, нос также мы видим, и глаза также здесь видны, это хорошо. Шлем также виден, имеется и проработан-то очень-то и неплохо. Сзади у нас, в принципе, вот такая картина имеется, да, пустота, но это нужно будет нам для трансформации. Если говорить про руки, давайте я отсоединю их, можно, конечно, прикрепить, это у нас будет по-другому шевелиться, у нас здесь функция, а эту можно пошевелить смело, как хочешь. И если, например, рассматривать вот эту руку, раз я уже ее отсоединил, то, как бы, у нас имеется здесь, что, патрончики у нас имеются, и, как бы, очень-то дополняет, подходит как раз к нему здесь у нас также. На руках имеются патроны и все прочее, и, как бы, тоже хорошо смотрится, интересно, да. Ну, если так уж говорить, рука худенькая, простенькая, ну, как бы, и, так сказать, простенькая, и со вкусом можно даже, наверное, эту и употребить. Если говорить про эту руку, то она уже помощнее, поинтереснее. Значит, у нас здесь имеется также, так сказать, пульки и все прочее. Но, как бы, здесь у нас, что, кисть у нас, естественно, открытая, можно попробовать что-то сюда вставить, а здесь у нас, конечно же, кисть закрыта. Но, у нас имеется здесь функция, мы можем открыть, так сказать, вытащить вот эту запчасть, да, отковырнуть, так сказать, и, как говорится, он будет вот так вот всем угрожать, как говорится, да. да, но могу вам сказать, что эта функция как бы работает, если честно, но временами она может слегка не работать, как вначале вы увидели, мне пришлось ее, так сказать, подправить, не знаю, почему так получается, может быть, что-то слетает, да, но как бы она работает, в принципе, можно вот так вот, как говорится, так сказать, играться, да, но, так сказать, установить, чтобы было всегда так, это не получится, к сожалению, сделать, но такая функция, правда, неплохая, и как бы, ну, почему бы и нет, если говорить про туловище, то у нас имеется вот здесь колеса, ну, как бы, конечно, Потому что они здесь неуместны, но как бы Иначе никак, потому что здесь у нас будут Трансформации, и как бы некуда было, как говорится Их деть, пришлось, как говорится, так оставить Хотя могли бы как-то еще сделать, чтобы вот так вот Убиралось или еще как-то, но в общем У нас имеется здесь на груди автовод знак И здесь, в общем-то, тоже так же подходит Значит, здесь у него грудная часть Туловище, где мышцы и все прочее, в принципе Вот так вот сделано, но неплохо, нельзя сказать Что вау, шикарно, нет, просто Это, кстати, простенько сделано, и все Если говорить про ноги, то, естественно, они симметрично одинаковые, здесь у нас колеса имеется, ну, конечно, здесь уже, возможно, подходит, у нас имеется также, как я понимаю, также и здесь колеса у нас имеется на ногах, да, то есть, кстати, это пальцы в виде колес, так скажем, но, конечно, если здесь колеса и здесь, то это как бы слегка, может быть, недоработочка, в том плане, что как бы слишком много, так сказать, колес, но может быть слегка и не то, так сказать, они нам передают, но, в общем, как бы если говорить про внутреннюю часть, то мы увидим внешнюю, так сказать, часть машины, если говорить про внешнюю часть ног, то это у нас, так сказать, Имеется что? Поршни Различные всякие механизмики Да, так сказать, мы видим, наверное, так сказать Часть колена, да, то есть вот у нас как бы колено Это у нас, так сказать, как бы как ляжка Здесь у нас нижняя часть, так сказать, ноги Стопа, ну, в принципе, неплохо сделано Но, конечно, все это очень честно странно Но как бы уж ладно Сзади у нас вот такая картина имеется Ничего, вау, шикарного, честно, нету Да, но если так уж говорить В целом, очень-то и неплохой Так сказать, хаунд Если вы хотите его, как видите, пошвырять Пожалуйста, с ним ничего не будет Ну, а если покупать его только для коллекции То можно, с одной стороны, да Но можно даже, наверное, и от него отказаться Я его решил оставить, потому что, ну, в виде машинки Как бы нету, ну, в виде робота отличается Ну, и как бы не так уж часто Этот герой вообще появляется Если говорить про артикуляцию, у нас голова никак не шевелится Дуло еще у нас также никак не шевелится Только у нас будут некоторые части шевелиться Когда будем трансформировать Эта рука, естественно, вращается в 30 градусов Может, естественно, в сторону Потом у нас, где локоть, естественно, только Сгибается в 180 градусов Но, конечно же, не крутится Да, то есть он может так Раз, два, раз, два разминаться Да, ну, а это, естественно, как мы знаем Может делать вот такую функцию и все Ну, и здесь мы видим, что, как говорится, у нас шевелится В принципе, функция прикольная Если говорить про ноги, то у нас они вот так вот будут, как говорится Шевелиться Вот так вот На это давайте покажу Но это нужно будет для трансформа В общем, про артикуляцию стольки слов Давайте будем мы его трансформировать Если следить по инструкции То нам нужно сделать вот такую тему Мы должны все раскрыть, как говорится Уничтожить Да, и, так сказать, у нас уже будет виднеться часть машины Дальше Если следить дальше по инструкции То мы должны сделать вот такую манипуляцию И мы видим уже почти что всю машину Здесь мы так-то это делаем Прорабатываем И, конечно, мы его здесь, естественно, скрепляем Не забываем про оружие Мы должны его перекрутить в 180 градусов Точно об этом я забыл И, так сказать, скрепить ноги Вот тут у нас имеется для крепления Пустота Что здесь, что здесь Мы должны вот эту, так сказать, пушку тут скрепить Так, здесь я скрепил Эту ногу также скрепляю Соединяю И все Оружие у нас убралось Да, рука у нас будет вот так вот торчать Но ничего это мешать нам не будет И остались нам последние, так сказать, темы Это мы убираем Превращаем, так сказать, в крышу, так скажем Да Ну, а это у нас просто вот так вот будет интересно прятаться Да, и, как говорится, у нас все Получилась, так сказать, нормальная машинка И вот она, наша машинка В принципе, по размерам, что в виде машинки, что в виде робота По размерам примерно одинаково, плюс-минус Может быть, стало короче, может больше Ну, где-то осталось такой же Мы видим, естественно, 6 колес Они, естественно, все крутятся, вращаются И, как вы видите, вот эта вот рука особо-то не мешает Хотя, может, слегка, немножечко, может, и мешает Но, когда будем, например, катать по ковру Или чем-то такое подобное, да По такой интересной какой-нибудь поверхности То, в принципе, нормально будет кататься И не будет мешать Также у нас, естественно, голова торчит Конечно, если честно, машинка-то, в принципе, выглядит, правда, получше У нас имеются здесь двери, окошки, зеркала, трубки Здесь различные трубки у нас имеются Здесь, где у нас топливо имеется, да То есть, детализация всякая имеется Конечно, колеса очень простенькие И, возможно, да, они сломаться могут Перед машиной у нас вот такой имеется Даже здесь у нас имеется принтик Да, какие-то буковки имеются Дальше у нас, как бы, если про эту часть говорить, боковую Также все симметрично, одинаково Если задняя часть, то у нас здесь вообще все просико Ничего интересного нет То есть, если говорить про верхнюю часть То, как бы, да, все спрятано Особо щелей нету Если говорить про вот эту часть Да, здесь у нас пустота имеется Но уже ладно, не будем к этому придираться Как бы, в виде машинки Они постарались, кстати, все спрятать Чтобы не было, как говорится, видно робота Как бы, это хорошо И также у нас имеется здесь люк Как я понимаю, в четвертом фильме здесь было Что-то я такого не припомню Но, в общем, то есть, в виде машинки, да, неплохо Но вот здесь у нас творится, как бы, вау У нас имеется здесь пушка Здесь у нас рука торчит вот так вот Нестандартно И голова у нас смотрит вот так вот Как говорится, он, как говорится Сам себе говорит, куда нужно ехать Куда нет Но, как бы, странно, если честно Все это выглядит Конечно, если вот так вот смотреть То подумаешь, это просто такая машина И она никак ничего не трансформируется Ничего не делает Но если вот так вот начать рассматривать То мы видим голову и руку И, конечно, это не классно Машинка, как мы видим, естественно, катается Конечно, колеса не все прокручиваются, потому что поверхность у меня гладкая, и, как вы знаете, по моей, так сказать, поверхности не особо все катается хорошо, да, но, если так уж говорить, машинка неплохая, но видеоробота, конечно, не очень. Но, в общем, будем подводить итоги. Если подводить итоги, то что можно сказать, видеоробота, да, он необычно выглядит, возможно, мы не привыкли, мы привыкли, что все круто, здесь и рука такая мощная, и туловище проработано, все интересно сделано, да. Но здесь у нас имеется, вот в виде вот такого трансформера, робота, и, как бы, ничего страшного, здесь у нас, как бы, также у нас имеется и функция, но функция, правда, прикольная, и, как говорится, вот так вот можно, как говорится, этим стволом всем угрожать, почему бы и нет, функция, правда, плюс. Детализация простенькая, чуть-чуть, конечно, имеется, и, как бы, ладно, для такой фигурки, тем более, со скидочкой, если взять с хорошей скидкой, то ничего страшного, как говорится, дополнит вашу коллекцию. Конечно, трансформация очень простенькая, ничего сложного, правда, здесь нету Есть некоторые странные моментики, но уж ладно В виде машинки, правда, выглядит очень-то даже и неплохо, если честно Даже достойно для такой, так сказать, фигурки Да, и можно даже его, например, оставлять не в виде робота Да, потому что он здесь, ну не очень, если честно, выглядит А, например, оставить в виде вот такой машинки, интересной грузовой Потому что здесь она, правда, выглядит неплохо Если у вас имеется, например, Хаунд по пятому фильму Его можно оставить, например, в виде робота, а вот этого, если вы имеете, в виде машинки. Почему бы и нет? Все, спасибо за просмотр, надеюсь, вам видео понравилось. Не забудьте подписываться на канал InGuerPlessedPay, комментируйте рассказ своим друзьям, чем больше, все лучше. И, конечно же, увидимся в новых видео, и также в рубрике Трансобзоры, и также на неделе Трансформеров, так как она только началась, и будет много всего интересного. Всем спасибо, и всем пока.